и на карантине. Диана, давай, я очень рад тебя видеть. Давай не будем скрывать, что нас связывают уже более 25 лет тесной дружбы и творчества мы с тобой, что мы с детства с тобой уже на ты, чтобы, я не знаю, мы сейчас не удивлялись, что мы создали с тобой несколько спектаклей, но за это время у нас я ни разу не брал у тебя интервью, так что в некотором роде у нас с тобой сегодня очередная премьера. И... Ой, да, что такое у меня? Ну, это что-то у нас в воздухе летает. И поскольку наше направление студии называется контекст профтеатр, то по традиции всем героям этих творческих встреч я задаю один и тот же вопрос. Что такое театр? Что такое театр? Лёша, закрепи ты свой телефон, концерт, а гонзов. Ну, понимаешь, театр как для балерины это один ответ, как для зрителя это что-то, конечно, уже другое, но вообще, наверное, это самое такое для меня магнетическое и магическое место, что-то священное. Я служу там. Это как тоже определенный мой дом, потому что я огромное количество времени провожу в театре. Так, это мы... Это когда-нибудь закончится? Я прошу прощения. Ну, я должен. Называется проверяли, проверяли. А скажи, пожалуйста, а ты... Я ещё не доответила. Я хочу спокойствие в твоём телефоне обрести. Всё? Окей? Да. Для меня самое важное в театре это, конечно, с одной стороны творческий рабочий процесс, но, конечно, это сцена и в этом есть какая-то магия. И вот сцена зритель и между сценой и зрителем это пространство, которое тебя в какой-то иные параллели, иные моменты твоего какого-то истинного эмоционального катарсиса затрагивает и поэтому вызывает определённое такое магии и чудодейство. И вот из-за этого пространства, когда ты попадаешь в эту параллельную другую жизнь, то есть когда ты уходишь от этой реальности, вот для меня это, прежде всего, театр. То есть для тебя театр это какая-то защита от действительности? Ну, почему защита? Просто, да, я действительно хочу, чтобы человек, который приходил в театр, естественно, хочет уйти от реальности, что-то забыть или наоборот, прогрузиться в какой-то эмоциональный катарсис и испытать какие-то такие сильные, искренние, неведомые ему чувства, эмоции, что я не считаю, что это защита, но в какой-то момент, может быть, если какие-то проблемы твоей жизни или твоего опыта жизни, то ты можешь найти там и защиту тоже. хорошо, а ты помнишь свое первое посещение театра? Ну, их, наверное, было несколько, когда совсем маленький, это школьный театр, потом это Эрмитажный театр был, потом это были пробы на Марвинской сцене, но в детстве ты не так боишься сцены, то есть ты не так волнуешься, для тебя это такой определенный наоборот, какой-то сюрприз, такой ажиотаж, такой какой-то ты хочешь этого, то с возрастом, конечно, то волнение, которое зашкаливает и оно иногда тебе не то, что мешает, но очень трудно сделать первый шаг на сцену, тоже приходит, конечно, в осознанном, сознательном, именно профессиональном возрасте. Для тебя существовал когда-то страх перед сценой? Да, он всегда существует. Я думаю, что даже чем дальше, хотя нет, наверное, он немножко трансформируется, формируется по-разному, но этот страх всегда, да, и у моего педагога, который принимал валидол, и у меня, то есть которым я иногда запиваю кофе перед фектаклем или шоколадом заедаю, чтобы какое-то такое ощущение, да, обрести немножко более спокойного состояния, ну, очень сильное, это такое сильное волнение, что оно, конечно, приобретает страх. То есть страх является для тебя нечто вроде какого-то не допинга, адреналина, или это страх, который просто бывает же, если человек боится, он никогда за это не берется. Нет, страх – это такая неизведанность для меня, ты все равно, ты очень подготовлен на спектакль, но у тебя даже какие-то кучи вариантов того или иного шага сделать в том или ином па, но ты не знаешь в какой, в ту секунду, когда произойдет, это какой шаг ты выберешь, какая эмоция будет, вот эта какая-то неопределенность неизвестной, наверное, сейчас она также знакома мне, мы все как в каком-то находимся, в таком страхе, что происходит сейчас у нас, почему мы сейчас говорим онлайн, связанным с карантином, поэтому этот страх, он такой достаточно, не знаю, мотивирующий для меня, он не то, что страх, я не закрываюсь, я не ухожу как улитка в свою скорлупу, этот страх меня наоборот как-то сподвигает на то, чтобы сделать этот шаг на сцену. Ну, поскольку таких шагов достаточно много в твоей карьере, то можно рассматривать этот страх как просто неким стимулом для преодоления того или иного барьера. Ну, это происходит же, это же всего лишь какое-то волнение, оно где-то за день начинается и до спектакля, и буквально там за несколько часов или полчаса до спектакля, но ты в процессе своей работы и подготовки к спектаклям, когда об этом не думаешь и не концентрируешься на этом, а когда ты с этим сталкиваешься, но с опытом это ты понимаешь, что это всегда происходит. То есть, поэтому за день для меня очень важна самоизоляция. То есть, я стараюсь не встречаться, я стараюсь минимально говорить по телефону, я стараюсь не заниматься никакими отвлеченными делами, серьезными делами, куда-то надо ехать, что-то очень много чего сделать, суетиться. То есть, рутинный ритм я абсолютно добавляю до минимума. Я только настраиваю на спектакль. Ну, какие-то тухли, естественно, приготовляю. То есть, то, что связано только со спектаклем. Какие-то видео, какие-то мысли, какие-то что-то почитать, что-то посмотреть. Но именно связано только что со спектаклем. Ни в коем случае не отвлеченно. То есть, просто ты репетируешь. Чем начинается, с чего начинается твой, состоит твой день, день, день спектакля? Ну, начинается обычно достаточно. Это урок обязательно, да. Я люблю именно с утра позаниматься, потом как-то я люблю отдохнуть именно какой-то обязательно час-полтора поспать, чтобы у меня было ощущение, что к спектаклю я вот буквально как бы вот только что с утра пришла и начала заново как бы день. Поэтому вот этот вот день делится на две части. То есть, первая часть, это она достаточно обыденная, урок там что-то еще может быть иногда нужно дорепетировать, что-то проверить или на сцене, или если это гастроли, это все равно проверить сцену, оркестр там немножко послушать. А вторая половина дня это абсолютно подготовка к спектаклю, я прихожу где-то за три с половиной часа до спектакля, для меня очень важный процесс раскладывания все, чтобы мне все было удобно, если что не случилось, то есть запасные туфли, запасные там трико, запасное вот все вот вода где, то есть для меня все очень-то какой-то порядок дисциплинированный к тому, к любой ситуации, чтобы быть готовой, я люблю вот этот подготовительный момент до спектакля. Потом начинается определенная спектакль образность, это мейкап, прическа, то есть все люди, они знакомые мне, поэтому это тоже определенный то есть настрой, мы можем о чем-то поговорить с таком отвлеченным, но они все очень хорошо знают мою психосоматику, психологию, как лучше со мной, как меня там тревожат, поэтому эти все люди, я очень их люблю, очень всегда благодарна, потому что они тоже создают себе определенную ауру подготовительного спокойствия и настроя правильного. Ну а дальше ты идешь на сцену и мне очень важно много, что проверить, мне нужно ощутить зал, мне нужно ощутить состояние свое, я чувствую мое тело часто скованным и нужно найти определенное расслабление, органику, почувствование пола, почувствование того расстояния, того или иного театра, то есть для меня очень важно провести на сцене одной около получаса, чтобы почувствовать, мне нравится, когда монтировщики сходят, когда он поднимается, опускается, то есть вот декорации устраиваются, то есть это такой вот как кубик-рубик, пазл, он собирается к спектаклю, также у меня внутренне тоже, то есть для спектакля, раньше для меня, между прочим, даже каждая репетиция была таким, очень, каждая репетиция давала какой-то подготовительный процесс, то есть я даже к каждой репетиции подходила как к спектаклю, но спектакль для меня такой особенный день и момент, потому что я выхожу из какого-то чистого времени жизни своего, то есть начинается спектакль, для меня время останавливается, спектакль закончился, все, время как бы вот сразу началось, то есть ты его ощущаешь жизнь свою такую достаточно человеческую, реально, но во время спектакля это все совершенно по-другому, из друга реальность, да? Да, твой мозг, твое состояние, твое ощущение, что тебя движет, то есть, конечно, это вот все посвящено А как это происходит? Существуется же такое выражение вживание в образ, да? Как это происходит? Что это, как это вживание какого-то персонажа? Нет, вживание в образ, конечно, происходит в процессе рабочего тренинга и репетиции. На сцене ты очень должен почувствовать, поймать правильную эмоцию того, уже на репетированного образа и то, что ты уже нашла для себя. Конечно, на сцене немножко все тоже трансформируется, немножко все по-другому, но на сцене очень важно поймать вот эту нить со зрителем, с оркестром, с дирижером, то есть, ты в какой-то момент бывает, чувствуешь эту такую абсолютную тишину. Для меня это самое большое проявление, что вот мы в одно целом стали со зрителем, с музыкой, с моими партнерами, со своими коллегами, со спектаклем и вообще вот с этим пространством театра. И вот это вот попасть в эту волну очень всегда волнительно, потому что не знаешь, получится, не получится, а вот действительно отключиться от вот этого реального, от реальности. И как-то вживание в образ, ну как, это огромный опыт, это огромная работа перед спектаклем как раз таки. ты не можешь вот так на спектакль так, а сейчас я обживусь в образ такого никогда. Ну, то есть у меня мои учителя всегда учили не практиковать такого, и как бы не было такого опыта, я всегда очень скрупулезно именно образ находила в зале, чтобы его вынести потом на сцену. То есть ты сейчас сказала про учителей, поскольку у нас в обычном формате, в привычном, вернее, формате у нас полная студия зрителей, поклонников и начинающих артистов, и у них есть возможность задать тебе конкретно вопросы или любому другому артисту. В сегодняшней ситуации у нас такой возможности нет, и поэтому мы объявляли и в течение двух недель получали вопросы от твоих поклонников. И очень много вопросов касательно просьбы рассказать о своем учителе, о своих учителях. И поскольку я знаю это хорошо, но, видимо, эти вопросы от нового поколения артистов или твоих поклонников, поэтому могла бы ты сейчас поделиться своем. Хочется какого-то конкретного вопроса, потому что если я начну рассказывать, это, конечно, бесконечная история. Скажи, как ты пришла на улицу Росси? Что тебя привело на улицу Росси? Ну, я не так далеко занималась от улицы Зодчего Росси во дворце пионеров имени Жданова, то есть это на Невском проспекте рядом с Анечковым мостом, но на Зодчего Росси я никогда не попадала, то есть я ходила между станцией метро гостиный двор и Маяковский, то есть вот этот Невский проспект, вот этот отрезок я очень хорошо знала, туда вглубь меня как-то не водили и не давали училищем имени Агриппины Ягольной Вагановой. В какой-то момент, когда мне исполнилось 9 лет, меня отвезли на эту улицу и мама сказала, вот мы идем поступать в хореографическое училище. Ну, как-то не очень отреагировала, что это значит. Ну, я занималась танцами, значит, наверное, там продолжение танцев, хотя я всегда хотела заниматься фигурным катанием, но как-то вот мама очень настаивала, не настаивала, она увидела, что мне это нравится, и я продолжала заниматься танцами. Когда я попала на эту улицу, и я увидела тот ажиотаж, такое количество мальчиков, девочек рядом с родителями, которые хотят туда попасть, я как-то очень была удивлена, что почему-то так много народу, почему-то слезы, какие-то негодования взяли, не взяли, совершенно я как-то не бывала в таком пространстве. И мне сказали, да, просмотрели, сказали, вот, девочке недостаточно физических данных, и мы не можем ее принять. Мама спросила, а что для этого надо, потому что это был подготовительный прием, 9 лет, говорит, ну, нужно заниматься балетом, классикой, не только танцами народными, которые я танцевала, а как-то абсолютно более по-серьезному, там уже вставать на пуанты, пальцы, и мама поинтересовалась, где это возможно, и это было ДК имени Горького, где преподавали именно балет, не танцы, а балет. И со следующего года, с 9 до 10 лет, я стала ходить именно в ДК имени Горького на станции метро Нарвская. Жила я очень далеко, не в центре города, и поэтому, что в Дворец пионеров, что в ДК имени Горького, я ездила на метро около полтора часа, а в метро, автобус, трамваи, там было несколько транспортных средств. В 10 лет я опять вернулась на Зодчевароси, дня 5 не взяли, но тогда я уже как раз-таки познакомилась с Дмитрием Ковалевым, это совершенно там какая-то история такая тоже весьма необычная, через каких-то родственников, где-то кто-то отдыхал в Питсунде с ее детьми, и мне посоветовали, чтобы она просто посмотрела и сказала, действительно ли лет у меня данных. И я пришла к ней домой, и это очень хорошо помнила, и она посмотрела мои данные, сказала, действительно, данных нет, но она спрашивала, ну, может, ты мне что-то станцуешь? Ну, тут я как затанцевала, и она сказала, у меня в этой девочке что-то есть, и у нее такие глаза, ее надо взять. И как-то вот она стала меня как-то немножко курировать и говорить, что нужно делать, потому что мои родители были химики, совершенно не театральная семья, и как-то я попала в эту театральную семью из Новосибири Ковалева и Виктора Федоровича Соколова, который был известным режиссером, линфильмом, и для меня вдруг жизнь преобразилась, я что-то увидела, что-то поняла для себя, то, что что-то какое-то, то есть вот я хочу быть там, я хочу, вот меня уже начало тянуть туда, я стала делать все возможные, все те упражнения, все там, те занятия, которые она мне рекомендовала, чтобы попасть, и в конечном итоге в 11 лет, на третий год попыток, я оказалась в академии, тогда еще это было училище у меня, Агрепина Яковлевна Ваганова, и я попала к тому педагогу Людмиле Васильевне Бельской, в который, в принципе, это большая удача, к какому-то педагогу попадешь, и в итоге она уже была старенькая, она очень часто болела, и Людмила Мутина Ковалева у нас постоянно заменяла, потому что училась у нее в нашем классе дочка, это моя подруга, Алиса Соколова, и поэтому Мутина постоянно, она взяла в свои классы старшеклассников, но у нее как-то дополнительно что-то учили, какие-то вариации, что-то занимались, что-то вечерами оставались, но в итоге с третьего года обучения в школе она стала нашим педагогом, нашего класса, и о чудо, что совершенно нерегулярно происходит, совершенно эксклюзивно, то, что она не поменялась, то есть каждые 2-3 года меняется педагог, это заведено младшие классы, средние и выпускные, и начинала я, когда еще был руководителем, Константин Михайлович Сергеев, он, к сожалению, умер и стал Игорь Дмитриевич Бельский, как раз муж моего первого педагога, и Игорь Дмитриевич Бельский увидел потенциал Людмила Лутины быть не только хорошим педагогом, но экстраординарным педагогом, и наш класс был таким определенным экспериментальным оказался, что она вела нас абсолютно все обучение до выпуска, то есть с 3-го года обучения, ну практически даже с 1-го, потому что она постоянно заменяла, все 8 лет мы учились у Людмилы Лутины Коваревой, она выпустила нас, и дальше я продолжала, конечно, постоянно с ней заниматься, поддерживать отношения, и как-то все партии все равно как-то тоже проходили через нее тоже мои. Скажи, я просто, ну ни для кого не секрет, ваши отношения с Людмилой Валентиной, тяжело ли было уйти с улицы Зочи Вороси после такого громкого успеха вашего выпускного класса? Ну да, но я как-то смогла совмещать, мне было недостаточно какой-то работы в театре, я понимала, что той загрузки, которая была в школе с уроками, с нагромождением разных уроков профессиональных, с каким-то моим стажировством в театре, с готовкой спектаклей, и оказалось, что у меня есть свободное, не то, что время там, но как-то мне казалось, что я могу его использовать и дополнительно продолжать заниматься с Людмилой Валентиной, и в течение 10 лет каждый вечер я возвращалась после рабочего дня театра в школу, и мы продолжали с ней что-либо пробовать, что-либо разучивать, что-либо досовершенствовать, оттачивать того, что мне давали возможность танцевать в театре, и я работала с Ольгой Ивановичем Ченчиковой уже в театре, и что-то я продолжала делать в школе, потому что я понимала, что мне нужно, как и всегда, намного больше работать, чем кому-то кому-то ни было, чтобы что-то получалось у меня. А почему ты так считаешь, что тебе надо больше работать, чем тебе недостаточно было? Того, что ты имела? Моему телу было недостаточно, да, у меня все-таки тот диагноз, который мне поставили, нехватка физических данных, она всегда была, и никуда не девалась, поэтому мне всегда нужно было намного больше работать, чтобы добиться какого-то результата. Я искала эти возможности, и в какой-то момент, когда уже я стала уже достаточно зрелой балериной, я стала искать эти возможности не только с Вильямой Тиме, а именно со встречами хореографов, и вообще в других уже системах, координат других компаний я уже стала встречаться с такими потрясающими педагогами, как Калпакова, Наталья Макарова, поэтому это постепенно происходило, я не только закрывалась в стенах Мариинского театра. Скажи, что тебя гнало из Мариинского театра тогда? Гнало? Почему тебе не сиделось на месте в таком случае? Потому что мы же, в принципе, можно нас назвать достаточно счастливым поколением, мы пришли в театр, там были Зубковская, Моисеева, Кургапкина, и очень много было имен, которые, в принципе, нас вводили в эту профессию и были в это время в театре, там Алла Сипенком, ну, можно бесконечно перечислять. Почему тогда тебе не сиделось на месте? Наше поколение очень счастливое, да, что касается обучения, что в школе, что в театре мы застали невероятную плеяду нескольких поколений тех имен, которые ты назвал и дальше плеяда балерин, на которых мы учились, это были невероятные балерины, такие как Мезенцева, Сумуратова, Терехова, потом Махавина, то есть и это все давало какое-то вдохновение, вдохновение того, к чему ты хочешь стремиться, и, конечно, кассеты западные, то, что я видела, что еще происходит, какие постановки, Наймайера, Кранка, современного балета, мне казалось, что это такое недосягаемое что-то, и в какой-то момент вдруг у нас появились, появляются работы Наймайера, Форсайта, вдруг у нас появляется фестиваль, это все было тоже связано с периодом художественного руководства Махарова-Вива и нашей плеяды артистов, такие как Ульяна, я, Светлана, Захарова, и поэтому стали появляться совершенно другие возможности. Приехал Владимир Малахов, который первое, что пригласил меня, когда возглавил труппу Берлинскую, и, конечно, я не могла отказаться, но в то же время я ни в коем случае не хотела расставаться с Маринским театром, и руководство театра мне позволило вести такую жизнь, определенную свободу, дало определенные гостевые спектакли, и я очень благодарна им за это, что мне не пришлось сделать серьезный выбор, чтобы уходить. Я никогда не хотела, естественно, уходить с Маринского театра. Это для меня что-то такое самое дорогое, это сцена совершенно чудотворная, я считаю. Поэтому у меня были всегда возможности танцевать во всех других театрах лучших мира, но состоялось, и я считаю всегда это большая гордость, именно то, что я в прямом Валерине Морецкого театра впитала все с корней Академии именно Семеновы Вагановой. Ну смотри, но такая же возможность не была у всех, потому что не каждая же, ну в нашем поколении было достаточно много, такое наше поколение достаточно богато на громкие имена балетной, звездной, но не у всех же была такая возможность свободно отлучаться из Мариинского театра, оставлять Петербург и ехать по другие страны и города. Сейчас я очень об этом спокойно рассказываю, но каждый раз это возникало, конечно, не только проблемная ситуация, но очень конфликтная, но приходилось бороться, приходилось отстаивать, приходилось каким-то образом рисковать, я могла, я, конечно, понимала, что я могу остаться из Мариинского театра, какое-то решение может повлиять руководство на это, но да, вот такой вот риск всегда был, но так сложилось, что всегда я возвращалась, я всегда была нужна Мариинскому театру. Ты помнишь свой первый выход уже как артистка Мариинска, как детство, в какой труппе это случилось, в каком театре? Первый твой контракт? Наверное, Ля Скала, да, я поехала танцевать «Спящую красавицу» с Роберто Болли в редакции Нуреева, и это была запись, запись телевизионную делали, это был такой определенный для меня вызов, потому что я никогда не думала, что я приезжаю в другую труппу, и мне нужно, я думала, что я танцую свою версию, и вдруг мне говорят, нет, нужно здесь вот так, вот так, я говорю, как, я же классически, я говорю, правильно сделать вот так, и я столкнулась с тем, что если не ходи за своим самоваром в чужой дом, вот, поэтому я, да, первый раз мне это было очень трудно свыкнуться с тем, что все правила я должна была забыть и сделать по совершенно другим правилам, просто даже вот классические движения, и это мне, да, как-то было очень трудно с этим не смириться, но в итоге потом, пройдя через этот опыт, я поняла, что какое-то дает определенные плюсы, накопление того, что ты можешь что-то по-другому уже увидеть, узнать, прочувствовать и сделать. Я помню, что тебе с самого начала хотелось что-то все время по-другому, я помню, что ты ко мне обратилась, когда ты готовила Жизель, Леша, надо что-то какое-то придумать, посоветуй, какой костюм Жизели сделать, когда ты готовила там Наймайра, так, а надо вот какую-то другую голову сделать, какой-то, что тобой, почему ты не хотела одеть просто синюю шопенку на Жизели и с синей карты все эти пивы. Я как-то всегда не попадала под определенный стандарт того или иного, или роли, или видения меня, или амплуа, если мы говорим, то есть всегда всем казалось, что я, меня хотели в какие-то рамки все время зажать, то, что я не буду никогда классической балериной, то, что я никогда не буду лирической балериной, то, что, ну, много всего вокруг этого, это был такой вообще поток информации, того, что я могу и не могу, но это всегда было каким-то фоном для меня, я думала, о чем они говорят, почему они это говорят, зачем они это говорят, то есть мое нутро и мое внутреннее я говорила совершенно о другом, но я не знала, как воплотить это в жизнь, поэтому вот этот поиск того, что что-то поменять, не ради поменять, а именно создать, найти что-то новое именно твое, оно меня побуждало вот каким-то таким, тоже, да, для себя экспериментом в костюме, в облике, то есть почему для меня важен тот же определенный мейкап, я не хочу видеть свое привычное лицо, Диана Вишнева, я хочу видеть там Шизеля, ну, Карени, ну, Чульетту, поэтому я прикладываю очень много усилий к разработке того именно, чтобы найти правильный облик, найти правильную эмоцию для этого облика, костюм, ощущение себя, движение, позы, жеста, и в этом интересна мне моя профессия, потому что я никогда не останавливаюсь, даже уже абсолютно сделанная партия проходит какое-то время, ты, во-первых, у меня до такой степени обширный репертуар, и так много было предложение, что я очень все партии редко танцевала, то есть я станцую с Жизель, потом у меня какая-то волна совершенно других партий, другого репертуара, других новых каких-то спектаклей, и я возвращаюсь к Жизели и понимаю, что я уже даже не помню, я даже уже забыла, какой я Жизелью была, и мне это очень помогало такое вот вновь обновление себя, такое какое-то новое кровопускание себе сделать, и увидеть себя совершенно с другого ракурса. Скажи, тебе легко доставались роли? Я просто знаю, как ты готовила Жизель, но многие из наших зрителей этого не знают. Как тебе в театре вообще-то получала роль? Как происходило вот 25 лет назад в Мариинском театре? Ну, так как мой педагог был Ольга Ивановна Ченчикова, она была, ну, есть супруга художественного руководителя, и когда я сказала, что как какую-то роль попробовать или что-то спросить, она говорит, ну, ты иди напрямую к Махархасановичу, поэтому все мои роли я получала именно постучавшись в дверь, и что-то спросив, он, конечно, очень такой досконально устраивал мне допрос. А почему ты думаешь, что ты готова? А почему ты думаешь, что это роль? Прежде всего, я абсолютно обосновывала, почему, как, то есть он говорил, а нет, давай вот это попробуй, нет, нет, я готова, нет, давай, вот он тоже мастер на убеждения, поэтому разговоры наши длились часами, вот, но всегда я выходила с какой-то полученной или от него роли, или то, что желание было попробовать мне, он мне давал такое определенное спасибо ему, не то, что свободу, но свободу во времени, то есть меня он не подгонял, если я... А сколько у тебя занимала подготовка к спектаклю? Минимум месяц. Минимум месяц? Да. То есть не было такого, чтобы ты, как говорится, на театральном жаргоне влетала. Такого не было в твоей карьере? Нет, я могла, конечно, подготовить партию, несколько партий, но я... Нет, я очень аккуратно к этому относилась, и у меня не было, конечно, таких ситуаций, хотя один раз он мне предложил, приезжал Хулия Бука, и он говорит, я надо подготовить байдерку за три дня, зато будешь танцевать с Хулия Бука. я говорю, да, желание очень заманчивое, но нет. Спасибо. То есть я всегда, мне очень много нужно было времени осознать, что, как подойти к этой роли, что это, и то, я говорю, первый спектакль, он все равно всегда пробный, но вот это накопление и поиски этой роли, они должны занимать, чем больше это занимает времени, тем это тебе багаж на всю твою творческую жизнь, на всю твою карьеру. Вот этот месяц, он все равно очень важен для всей твоей последующей жизни. Если ты быстро подготовишь роль, как бы ты ее потом не готовил уже, сколько бы ты там чуть ли не 2-3 месяца оставлял, а потом уже, когда ты уже сделал премьеру этой роли, все, это все будет по-другому. Можно именно изначально спокойно готовить, ну, это мой опыт, это я так считаю, сейчас немножко время другое, все, какой-то ритм другой, гонка другая, но мой опыт именно был таким. Я помню, как на одной из наших репетиций ты как-то так вот рухнула на пол и сказала, боже, чем же я так провинилась в прошлой жизни, что я в этой жизни должна столько много двигаться. Скажи тебе, ну, конечно, руки, ноги опускаются и очень много таких моментов, когда действительно это не только упадок сил, это упадок прежде всего эмоциональных сил, когда у тебя действительно не получается, когда ты бьешься просто, вот я не знаю, но это постоянно у меня происходило, я помню все свои слезы в школе, и я могла доводить педагога до какого-то просто изумажения, он говорит, ну все, уже завтра, я говорю, нет, сегодня, нет, я должна это сделать сегодня, то есть я буду до скончания вообще вот единожды капли своих сил, но я буду все равно работать и пробовать то или иное техническое движение или наоборот эмоциональное, которое мне не дается, и я рада, что мой педагог всегда был честен со мной, что он говорил, нет, все-таки это не так хорошо или не так достаточно для тебя, вот, поэтому у меня всегда был какой-то зазор, то есть то, что я не так хорошо делала, он мне всегда придавал еще больше сил того, чтобы дальше двигаться. Вот ты сказала, твой педагог достаточно был честен с тобой, скажи, вопрос честности для тебя имеет, какое значение вопрос честности имеет для тебя в профессии, в отношениях вообще, в отношениях между людьми? Вообще, вот, ты задаешь вопрос, я думаю, вот профессии, вот жизнь, вот друзья, вот знакомые, вот коллеги, всегда первостепенно человеческие качества на первой полосе, честность, порядочность, поступки в тот или иной момент радости или горя, беды или какого-то, наоборот, успеха, триумфа. Для меня эти качества людей, профессиональных или дружественных, они мне очень важны. Только тогда я могу доверять себе и доверять им. И это очень сильно мне помогает и поддерживает. поэтому могу сказать, даже партнёры я не всегда выбираю по, не только выбираю по профессиональным качествам, я выбираю по человеческим, потому что мне надо провести очень много времени в студии и очень много времени искренности и открытости того, что я хочу ему отдать и то, что готов ли этот человек принять и воспользоваться действительно очень честно по отношению к себе, к профессии, к тому, что он делит со мной это время. Поэтому очень огромная составляющая человеческие качества и отношение ко всему, начиная и в профессии, но в то же время и уважение и вот действительно та сама отдача, та любовь к тому, что ты делаешь. Я не люблю лузеров, я не люблю ленивых, я не люблю безответственных, я не люблю недисциплинированных. Если это мелькает, я стараюсь сказать, что мы не будем вместе танцевать в этот раз. Скажи, чего ты ждешь больше после спектакля? Критики или комплиментов? Нет, ни того, ни другого, я просто наблюдаю, я наблюдаю за эмоциями, я наблюдаю то, как говорит человек, потом уже что он говорит. Мой анализ идет, то есть я отлично сама много чего понимаю, знаю, особенно сейчас, сопоставляется, или мне очень интересно, когда со мной делятся впечатлениями, и это не важно, критика или наоборот хвалят меня. Каждый человек, насколько я его знаю, будь это ты, будь мой педагог, будь мои родители, будь просто человек, который или фанат, или близкий человек, который постоянно ходит на мои спектакли, каждое мнение мне очень важно, потому что оно дает мне огромный анализ для себя того, что я сделала и что дальше я смогу сделать с ролью, с этим спектаклем, как я продвинулась в этом году или вообще в течение нескольких лет, как я изменилась, то есть это просто определенный анализ, самоанализ вокруг того, что мы пережили вместе. Знаешь, я хочу вспомнить, однажды ты меня спросила, ну, это было, наверное, лет 20 с лишним уже назад, ты мне задала вопрос, Леша, скажи, пожалуйста, почему хореографы не любят ставить на таких известных артистов, не используют их индивидуальность, ведь можно бы было использовать их индивидуальность и делать прекрасный спектакль. Тогда я тебе ответил, Диан, я считаю, что хореограф, если он хореограф, то он должен прежде всего использовать, показать свою индивидуальность. В связи с этим от наших зрителей я вижу вопрос. Здесь один из хореографов спрашивает, есть ли шанс сотворчества с вами молодым хореографом, вне госакадемтеатров? Хороший вопрос, очень интересный, да, потому что разные хореографы, с которыми я встречалась, хореографу важна очень тоже определенная близость с человеком, прежде всего, и как с профессионалом, то есть узнать, на что он способен, какой он, как он реагирует на то или иное проявление сотворчества. И когда ты, чем больше ты узнаешь человека, балерину, человека, индивидуальность, тем легче хореографу и тебе вот так отдаться и довериться. и поэтому хореографы любят именно на свои компании ставить, на тех артистов, с которыми у них уже были какие-то пробы и какой-то опыт и какие-то серьезные спектакли уже сделаны. Но я встречалась с хореографами, которые, наоборот, были очень интересны, они видели во мне какой-то совершенно необычный для них потенциал и возможности попробовать действительно с моим опытом классическим сделать новый опуск современный. Например, раз упоминаю Каролин Карсон, она прям вот в меня я даже не выдерживала, насколько она говорила и видела во мне столько много, что я даже не понимала, откуда она все это берет и сколько во мне, оказывается, есть того потенциала нераскрытого. А кто-то, наоборот, побаивается, что думает, что приедет такая балерина уже с такими определенными регалиями, статусом и нужно поставить какой-то для нее шедевр или что-то, поэтому у каждого свои какие-то определенные комплексы или какие-то недомолвки с самим собой или наоборот недопонимания боятся. Но было по-разному и с каждым все равно хореографом в итоге я тот человек, который очень отдаюсь, очень открыт и мне очень трудно иногда бывает, потому что ты соприкасаешься действительно с новым языком и с новым миром этого хореографа, но в итоге я очень человек терпеливый, очень работоспособный, очень отдающийся тому, что вот в этот момент в секунду происходит, поэтому это очень все ценят и как-то всегда получается найти общий язык. А то, что касается молодого хореографа, понимаешь, у меня столько нереализованных возможностей еще с теми хореографами, которые вот я знаю и мы хотим продолжать работать и сотрудничество и все время не хватает времени, поэтому отдавать себя в руки молодому хореографу я, наверное, все-таки обязательно посмотрю и мне тоже надо узнать его, мне нужно его понять, мне нужно действительно ну, то есть это нужно как-то увидеть, чтобы у меня загорелось это желание именно поработать с этим человеком, пусть если я почувствую какой-то вот этот дар, талант и что-то такое необычность и что меня привлечет, я, конечно, отдамся, но пока просто даже у меня таких возможностей нет об этом подумать. Единственное, что во время фестиваля мои призеры, я их уже достаточно хорошо знаю, я уже вижу их работы, их спектакли и, конечно, вот я отдалась в руки Володи Варнавы, когда я была молодой балериной, я отдалась в твои руки, потому что у тебя тоже определенно были палитры и работы, которые я уже тоже видела и понимала, что почему бы нам не попробовать, если есть время, а сейчас просто это время, каждый год все меньше и меньше, особенно вот после 30, вообще просто ужас какой-то начался, до 30 лет я как-то жила все-таки в каком-то спокойном режиме существования Мариинского театра, классического репертуара и отдельного, ну и современного, конечно, репертуара в Мариинском театре и отдельных приглашений на Запад. Потом, когда я начала работать на несколько компаний, такие как ЭБТ, постоянные сезоны, Гамбург меня приглашать там стали очень часто, там еще какие-то, Берлин, который, да, то я просто стала разрываться у меня совершенно не стало на что какие-то времени, на какие-то опыты, на какие-то эксперименты и сейчас с появлением фестиваля, фестиваля 8 лет, как раз-таки я достаточно возвращаюсь к этому. Я как раз тебе хотел спросить, что сподвигло тебя на организацию фестиваля, сделать фестиваль, это же такая достаточно большая в принципе ноша, прежде всего я создала фонд содействия и поддержки балетного искусства в разных ракурсах, это были книги, это были и прежде всего мои проекты современные, которые входили потом в репертуар театра, и мне надо было дальше куда-то двигаться, и я понимала, что современный балет, современный танец меня все больше и больше затягивает, и я стала искать возможности не только для себя, но вообще, как это развить в России, как это двинуть, как обратить внимание в России, конечно, это вызвало огромные вопросы, почему классическая балерина, у которой вообще все в порядке, и вообще такая карьера мировая, вдруг начинает что-то новое, неизведанное, да еще и современный танец, поэтому это все вызывало такое определенное скептическое настроение, но в итоге это стало через несколько лет невероятным трендом, и я очень рада, что я действительно обратила внимание, и очень много уже выросло хореографов, и вышло из нашего фестиваля просто, и та возможность делиться этими спектаклями мирового масштаба, и в то же время ракурс, показать, что происходит в России с современным танцем, и дать ему прежде всего толчок развития. А здесь вот еще тоже я читаю вопрос от зрителя, есть ли хореограф, с которым бы вы мечтали, но до сих пор не случилось поработать? Ну, они, наверное, умерли, с которыми мне уже не поработать, но это не то, что мечтает определенное, да, к сожалению, что некоторые хореографы такие, как Кранко, да, но вообще мне посчастливилось, я работала и с Бежаром, я работала и с Пиной Бауш, я работала с неживущими, естественно, Наймайром, Кильяном, Лайфудом, то есть Ахадом, Нахарином, Мацеком, поэтому есть, конечно, те, которые у меня еще в планах, и мы будем что-то совместно делать, я буду сейчас озвучивать, вот, но эти все хореографы, они также, как бы, я надеюсь, что еще какие-то встречи с ними, у меня нет такой мечты, я просто как-то не привыкла мечтать, я привыкла как-то действовать, ставить себе определенные, наверное, цели, я не мечтатель, я, конечно, фантазировать могу, но мечтать, наверное, это не про меня, я человек действия, человек постоянного движения, в детстве меня называли просто ртуть, я, и сейчас я понимаю, что у меня обзор широта действий, она всегда намного шире, чем у кого бы то ни было, то есть мне здесь надо и там, надо и ту, и в то же время я очень цельно могу концентрироваться на том, что я делаю, эта многозадачность, она достаточно вот свойственна мне, но она дает какую-то такую широту и возможности больше реализоваться, больше научиться, больше понять, больше найти возможности и для себя, и для других. я не столь эгоистична, хотя каждый артист, он очень зациклен на себе, но моя природа, она именно предполагает делиться и объединяться, и мне это очень важно, мне это очень важно, поэтому для меня важна командность, а сейчас, когда ты становишься еще организатором, студия, фестиваль, вот эта командность, она для меня, я хочу быть таким звеном, всегда лидирующим, но мне важно именно, кто рядом со мной, сподвижники, единомышленники, поддержка, пусть это будет даже и от зрителей, и от тех людей, которые поддерживают проекты, это невероятная важная составляющая, поэтому мне очень важно делиться, и я готова, мне это очень нравится, своим опытом, своими возможностями, своим именем, своим темно работанным брендом, я понимаю, что я могу больше сделать, чем просто сделать для себя. И скажи, то есть тебя не устраивает просто положение прямой балериной, то есть ты не хотела бы то, что закрыться в рамках одной страны, то есть не то сказал, то есть тебе не хотелось бы просто вот остаться, то есть я знаю, что ты каждый, ты не можешь больше недели сидеть на одном месте, то есть тебя постоянно куда-то несет, ты постоянно в какую-то страну, ты летишь, гонишься, туда едешь, ты не можешь, ну, больше месяца я не помню, чтобы ты была на одном месте. Что тебя вот влечет, то есть это новые люди, это новые какие-то интересы, это новые, просто новые ощущения, что, почему тебе не сидится на месте? Просто очень новые возможности. То есть это каждая поездка, это новые возможности для тебя? Да, это что-то абсолютно, я говорю, я становлюсь, я приезжаю в другую страну, в другую компанию, я вдруг становлюсь совершенно другим и для себя, и для тех людей, с которыми я работаю, это какой-то совершенно уже другой новый человек, и вот эта вот смена как климата, да, вот систем, координат систем, рутины той же, она очень для меня как-то привычно стала, и это открывает тебе, в тебе совершенно тоже другой потенциал твоих возможностей, например, работать в Нью-Йорке, в Америке, это очень жестко, это ты по 8 часов можешь не выходить из зала, это невероятно, когда мне говорили в Римском театре, ой, мы так устали, я просто понимала, что они не были в другой системе координат, понять, что такое усталость, насколько возможно устать, когда твои ноги опухают так, что ты даже не можешь уже влезть в балетные туфли, когда на следующий день танцовщики начинают свой день с таблетки Толенола или там Адрила, я говорю, ой, а что-то витамины вы пьёте, да нет, обезболивающую, то есть это такой степень, когда твоё тело, если ты не выпьешь с утра, то эту таблетку ты не сможешь дальше продолжать работу, а выпить должен и обязан, потому что твоё тело предыдущего дня, оно не может выдержать такого напряжения и такого вообще физической нагрузки, поэтому работать в трупе ребяти, это колоссальный вообще вызов того, что может происходить, и как ты должен тут же станцевать Баланчхот, на следующее утро ты уже в пачке Баланчина репетируешь генеральную репетицию балета Империал, а через день ты танцуешь вообще третье название, и вот этот калейдоскоп, насколько ты можешь себя сорганизовать и выдать максимум, это огромный требует перезагрузки, это огромный требует отдачи вообще невероятного возможности того, что человек таблетки, нервы, травмы, они стоят того, что вот это может для кого-то и не стоит, но прежде всего этот человек должен, конечно, я не люблю это слово фанатам, но конечно человек прежде всего ребенка, отдающего в балет, это все сопряжено только с болью и действительно с какой-то определенной своей внутренней борьбой каждодневной, да, это все очень непросто, но когда есть результат, когда ты получаешь тот выплеск и возможности увидеть людей, что оказывается то, что ты делаешь, приносит какой-то, не какой-то, а приносит невероятный эмоциональный ракурс, какой-то что-то, то есть что-то меняется просто в мире, в воздухе, вот этот момент, когда вот мы разговаривали с тобой в начале нашей беседы, что ты что-то двигаешь, ты что-то можешь, то есть не ты, то, что тебе дано, то, что ты можешь какой-то своей энергией, своей харизмой что-то изменить в человеке, который пришел в театр, это тоже, это такая важная определенная миссия, и ты становишься определенным узником, заложником, потому что это уже не столь ты, ты должен за это отвечать, за это нести ответственность, то есть ты не можешь просто вот как бы на этих каких-то лаврах, для меня это совершенно неприемлемо, да, я как-то очень отношусь к этому так философски, да, что это я должна отработать то, что ту возможность какого мессенджера, который мне дано передавать, я должна это очень серьезно к этому подходить и дальше его подпитывать, совершенствовать, искать, как человек, как балерина, всего лишь на всего. Скажи, театр будущего, как ты себе его представляешь? Ну, наверное, это да, такой-то синтез искусств, возможности пересечения разных жанров, тоже момент вот этих возможностей соединения драма, опера, но сейчас все этим и занимаются, и, конечно, это цифровые внедрения в сценическое пространство. То, что ты вот пробила уже в снах спеши красавицы? Ну, это определенная была проба такого ракурса. Эксперимент? Да, да, ну, то есть, это все равно эксперимент, это было не только на театральных площадках, это выход немножко в определенную массовую культуру. Вот, то, что касается театральной культуры, это все равно определенный сегмент людей, зрителей, а здесь мы попытались еще вынести искусство на определенную массовую то есть, ты рассматриваешь, видишь театр будущего, я имею в виду балетный театр, как некий такой синтез жанров, или все-таки он должен как-то оставаться ну, оставаться больше танцем? Нет, танец, конечно, он должен оставаться до совершенства. Классический репертуар должен тоже, естественно, редактироваться в связи и с эстетикой и ритмом жизни все накладывает определенный отпечаток. Мы не можем просто как Мона Лиза висеть в Лувре и, как говорится, все должно как-то обновляться. И художественный взгляд, талантливого человека, который в руководстве как художественный руководитель, он за это тоже отвечает и несет определенную ответственность того, чтобы спектакль был интересен, чтобы спектакль был живой. А то, что касается новых постановок, надо искать возможности отражения сегодняшнего дня, сегодняшних ситуаций, настроений. И, конечно, мы сейчас в онлайне разговариваем, эти технологии, они способствуют каким-то серьезным пробам, экспериментам, возможностям поиска. Театр должен трансформироваться не только, как мы привыкли, это императорское пространство. То есть театры должны появляться уже новые, такие, которые могут превращаться из коробки, просто сегодня у нас там это круглая аудитория, завтра у нас вообще там векит какой-то куб подвешенный, послезавтра у нас там в арену это трансформировалось, то есть определенный театр-трансформер, которые будут, наверное, строиться и появляться. поэтому это зависит от креативности, от совершенно фантазийных идей художника. Мне нравятся эти коллаборации, объединения людей, композиторов, сценографов, то есть или те пересечения, которые люди никогда бы не встретились, а их объединяет какой-то продюсер, в свое время это был Тягилев, сейчас появляются другие, которые соединяют людей и дают им возможность со творчеством. Скажи, вот ситуация сегодняшнего дня, как ты думаешь, она может как-то из нее может что-то родиться новое? Для чего не бывает? Для чего появился коронавирус? Да. Ой, это очень трудно. Но сегодня театр закрыт, мир перешел в онлайн-общение, мы с тобой общаемся онлайн, это вообще когда же можно? Умоляю, сидите дома, это очень важно, это очень серьезно, да, пожалуйста, чтобы он меньше заболевал, он меньше умирал, это невозможно смотреть новости сегодняшнего дня, да, это просто какой-то ужас захватывает тебя и страх, действительно уже страх такой животно-человеческий, не тот сценический страх, поэтому это, да, очень важно, что сейчас очень дисциплинированно, разумно, благоразумно подойти к этому. Вопрос к чему был, что театр... Ну ведь не бывает ничего, просто так, да, думаешь, может что-то... что-то... Субтитры сделал DimaTorzok,